Мне очень интересно, как все устроено, и я хочу узнать, как работает все это. Очень хотелось бы узнать об этом побольше. Что же такое работа на телевидении? Узнать о увлекательном процессе, очутиться по ту сторону экрана смогли щелковские школьники. Для них редакция Щелковского телевидения совместно с Комитетом по образованию организовала экскурсию по эфирному комплексу телерадиокомпании. Многие ребята уже осваивают в образовательных учреждениях основы медиаиндустрии, а потому тема работы на ТВ для школьников представляет особый интерес. Итак, в начале маршрута краткое знакомство с историей Щелковского телевидения. Гостям показали небольшой фильм о телерадиокомпании, а затем последовал рассказ о профессиях. Редактора новостей, корреспондента, видеомонтажера и телеоператора, ведущего новостных и развлекательных программ, режиссера эфира. Ребятам рассказали о тонкостях, в нюансах работы каждого специалиста и команды в целом. Каждый, кто работает в телепроизводстве и хочет создавать себя профессионалом, придерживаются определенных правил. Каких правил? Ну, например, если оператор начнет снимать и неправильно выстроит композицию, или не досветит картинку, она получится темная, это будет мусор. Если корреспондент садит писать и нарушит правила русского языка, это также будет мусор. И для монтажеров точно такие же правила существуют. Для чего они существуют? Для того, чтобы зрителю было комфортно смотреть. Поступают в студию звонки, нам звонят зрители, задают вопросы гостю. Это прямой эфир. Надо уметь ходить по ходке ниндзя. То есть мы чуть-чуть присаживаемся и плавненько снимаем. Не только послушать о работе на ТВ, но и почувствовать себя в роли ведущего или телеоператора. Школьники ознакомились со специальным оборудованием для съемки. Поработали на хромаке и увидели результат съемок. А в кресле ведущего прочитали новостные подводки. Можно увидеть самые яркие фрагменты путешествий художника по разным странам. В завершении экскурсии генеральный директор телерадиокомпании «Щелково» Евгений Докукин вручил школьникам памятные подарки. Мы пометуем о своей такой социальной ответственности перед зрителями. Союз журналистов Подмосковья к 9 мая выпустил книгу. Книгу «Мы нашей памяти верны». Значит, здесь созданы материалы о наших подмосковных журналистах и о их героях в период Великой Отечественной войны. Вот мы каждому из вас на память о нашей экскурсии хотим подарить по этой книге. У меня очень яркие и позитивные впечатления. Мне очень понравилось. И я надеюсь, что такая профориентационная экскурсия поможет многим школьникам в будущем определиться с профессией. Мне очень понравилась эта экскурсия. Я думаю, что я счастливаю жизнь с этой профессией. А с какой конкретно? Я хочу быть видеомонтажером. Кто-то из ребят уже определился с выбором будущей профессии. А для кого-то экскурсия на телевидении стала поводом задуматься. Не связать ли судьбу с медиаиндустрией?